В понедельник 14 июня без электричества оставались 142 клиента Латгальского региона Латыэнерго, из них 51 да, окупился. При благоприятных погодных условиях в течение недели неполадки будут устранены и подача электроэнергии на всей территории Латгалии будет возобновлена. Не меньше времени займет и вывоз деревьев, поваленных сильными порывами ветра. С утра специалисты коммунальных служб осматривали районы бедствия, чтобы определить масштабы предстоящих работ и, главное, кто, точнее, за чей счет они должны выполняться. Сегодня вопрос денег упирается в собственность. Кто владеет землей, тот и платит. Как выяснилось, не каждое упавшее дерево должно убираться на деньги городского бюджета. Это дерево, или ветка, можно сказать, лежит на территории, которая присоединена к жилому дому Таутас 86. То есть это собственные жители? Да, это собственные жители, поэтому уже будут убирать, ну не сами, или ПЖХ будут убирать, или своими силами, но не за счет города. Но это не городская территория? Это не городская территория. Дерево, поваленное ветром на территории психоневрологической больницы, тоже оказалось не городским. Разрешение на снос аварийных деревьев было дано, но снять их, видимо, не успели. Одетский садик, что на улице архитекту в ведении управления образования. Это хоть и структура самоуправления, но у него на непредвиденные ситуации свои деньги имеются. На первый взгляд тополя кажутся здоровыми, только приглядевшись, замечаешь, внутри ствол совершенно прогнил. По мнению специалистов, все эти тополя рано или поздно надо снимать, лучше раньше. К счастью, дерево свалилось на забор. В кризисном 2009 году денег на снятие аварийных деревьев выделялось крайне недостаточно. Возможно, поэтому сегодня мы наблюдаем столь разрушительную картину. Мы нередко удивляемся, почему в первую очередь не спиливают уже высохшие деревья, но оказывается, они меньше подвержены непогоде. В списке у нас больше как 600 деревьев, по конкурсу прошли 300 деревьев, но до конца этого года будут списаны, спилены эти деревья. Получается так, что те деревья, которые в списке сухие, они меньше опасны, чем, к сожалению, такие большие тополя, которые у нас не в списке. Потому что здесь, если большой ветер, завихрение, парусность большая, и тополя все-таки более хрупкие и ломаются. А сухие, они устойчивые уже, да? А сухие, на ней нету листва, но падает от того, что оно там где-то гнилое совсем внутри. Ну, конечно, да. Ну, они опасные, очень опасные. Ну, это же бывает, что живые более такие неустойчивые. Из 14 повальных ветром деревьев 6 на городской земле, и, значит, убираться будут за бюджетные деньги. Однако, на взгляд руководителей города нельзя ставить знак равенства между собственностью и доступностью. Если территория не обнесена забором и публично доступна, то финансовая проблема ликвидации последствий может быть решена и с участием бюджетных средств. Но инициатива все же должна исходить от владельцев дома и земли, на которой он стоит.